К месту высадки Аллеи Славы ветеранов доставили на электромобилях. Собравшиеся встречали фронтовиков аплодисментами под звуки военного оркестра. Разбить новую аллею решили в нижней части парка Южные культуры. Сажали деревья, как говорится, всем миром. Фронтовикам помогали сотрудники полиции, волонтеры и воспитанники гимназии номер 44. 44 пальмы расположили вдоль прогулочной зоны в строгой симметрии. Своё дерево посадил и ветеран Великой Отечественной Григорий Любченко. Он служил артиллеристом. Свой первый орден Отечественной войны получил из рук маршала Василия Чуйкова. Фронтовик вспоминает, чудом остался жив. В блиндаж, где находился его расчёт, прямой наводкой попал вражеский снаряд. А он снаряд не разорвался. Вот тут мы уже как-то испугались. Вот это да. Живые остались. Среди добровольцев и глава города Анатолий Пахомов говорит, это далеко не первое дерево, которое он сажает в Сочи. Но самое почётное из них, ведь это дерево Победы. На торжественном митинге мэр отметил, в эти дни патриотические акции проходят по всему курорту. Отремонтировано и приведено в порядок 218 памятников и мемориалов. Открываются и новые. Обращаясь к ветеранам, городоначальник поблагодарил их за участие в патриотическом воспитании молодёжи. И эти все мероприятия, которые сегодня проходят, они проходят на душевном подъёме нашего народа. Они нам очень нужны, они очень важны для будущего. И я хочу всех вас поздравить с наступающим праздником Победы. Для самого парка Южной культуры появление Аллеи Славы тоже стало знаковым событием. Она стала ярким дополнением к мемориалу 48 сотрудников парка, погибших на фронтах Великой Отечественной. Собравшиеся, почтили память героев войны минутой молчания и возложили цветы. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».